Добрый вечер, уважаемые земельки! Сегодня мы, как всегда, говорим о наших главных событиях, о том, что было в центре внимания последние две недели. Начну, прежде всего, с прошедшей недавней сессии областного законодательного собрания. Для нас оно было важно еще тем, что рассматривался вопрос об изменении бюджета Новосибирской области. И, в частности, довольно серьезная сумма, 200 миллионов рублей, добавлялось Агентство инновационного развития Новосибирской области, которое на первых этапах и начинает активно участвовать в развитии биотехнопарка Кольцова. Дело в том, что так договорились мы и с губернатором, пока компания биотехнопарка еще не создана управляющая. Но, чтобы не потерять 2011 год, через Агентство инновационного развития те дополнительные средства, которые удаются и нам, налоги подтянуть и областные показатели. И вот как раз депутаты с пониманием отнеслись к тому, что подготовку инженерную площадок биотехнопарка безусловно уже в 2011 году нужно вложиться. И сессия в двух чтениях приняла решение об увеличении установки капитала Агентства инновационного развития на 200 миллионов. И это позволяет уже нам сейчас готовиться к серьезным работам по освоению инженерного устройства первой площадки около безинкубатора, подведению к ней и газа, и водоснабжения, тепла. И первые якорные резиденты, фармгород, уже в этом году на своем площадке, как первый резидент, готов тоже начать строительство. Так что довольно большие события в этом смысле ожидают, и рывок мы будем делать в этом направлении. Приятно, что многие депутаты как раз поддерживали вот эту идею, понимая, что биотехнопарк Кольцова здесь очень нужная. И приятно, что нас поддержали, но у нас задача теперь вместе с областью активно это освоить. На этой же неделе, в общем-то, запущено уже последнее согласование, уточнены последние цифры, и последняя редакция, видимо, будет показательно, введена по программе, которая, надеюсь, уже в первой половине июня поступит правительство Новосибирской области и будет на одном из ближайших заседаний рассмотрена и отправлена, что называется, в жизнь. Об этом мы говорили с министром экономики Струковым, с его заместителями, уточняли последние цифры, и ряд моментов также уточняли и по биотехноцентру, по Центру коллективного пользования, с другим министром Никоновым. И с ним же мы обсуждали важные для нас проекты строительства штрех детских садов и ближайшие планы по увеличению на 75 мест, вот наши обычно уже работающие детские учреждения, 4-3 садик и строительство сада в 3-м микрорайоне на 2012-2013 год, и освобождение первого детского сада, где ДШИ с известной реконструкцией уже в 2012 году. Об участии в области через специальную программу в этих мероприятиях достигнута огромность. Три письма по этим садам, включая и частный детский сад на 50 мест в 8-м микрорайоне, с частным инвестором мы сейчас активно запускаем, так что это одна из главных наших тем, которая звучала на встрече, рабочем совещании с министром. Кроме того, приятно, что другой министр культуры, Наталья Васильевна Ярославцева, которая на этой неделе, на прошлой утверждала как раз концепцию другой долгосрочной программы развития культуры в Новосибирской области, тоже согласилась активно поучаствовать по нашему проекту и по представлению смертной документации, по реорганизации помещений Сибириады под ДШИ в таком глобальном плановом порядке. Вы знаете, такое решение депутаты принимали, мы сейчас этот проект будем готовить, но приятно, что область тут активно готова поучаствовать в режиме софинансирования, и это и важно для нас работы. Еще одно важное мероприятие мы хотели завершить, но вот, к сожалению, оно перешло на понедельник. Имеется в виду ямочный ремонт дороги вблизи вектора, небольшого участка, полуторакиметрового, но, напомню, это федеральная трасса, и поэтому ни муниципалы, ни область, мы не можем туда зайти с ремонтом, даже если бы у нас были средства, так разведены полномочия сейчас по закону, что только собственник может осуществлять и ямочный ремонт, и капитальный дороги. Мы находимся уже в давней переписке с Роспотребнадзором, мы обращались к Онищенко и торопили вектора, чтобы, как только дорога перейдет наше видение, и мы передадим его в собственность Новосибирской области, появляется реальная возможность ремонта этой дороги, и такой ремонт мы планируем на 2012 год, уже в программу включили мероприятие, при условии, что они успеют передать. Но вот, к сожалению, вектор затянул сначала в апреле по погодным условиям, в мае по финансовым напряжениям не складывалось, работы быстро, и даже вот в понедельник в прошлом не удалось полностью комиссии принять эту трассу, были еще замечания, которые устранены только в пятницу, и поэтому я могу вам сейчас абсоритетно сказать, что в понедельник уже телефонограммы приглашается комиссия с участием мэрии города Новосибирска, ПТП, служба ГИБДД, которая должна будет дать добро, и автобусы наконец-то заработают у нас в обычном режиме. Поэтому я тут просто поясняю, даже мне сложно извиняться, потому что это не наши полномочия, к сожалению, федеральная трасса, мы постоянно держали на контроле этот вопрос, торопили вектор, но вот, к сожалению, более чем на месяц пришлось ограничивать по известным требованиям транспортников этот маршрут. Вектор как-то выходил из положения, возил удачников и своих, и прочих сотрудников на промплощадку, на других автобусах, но тем не менее это вызывало массу неудобств, нареканий, и были ко мне обращения граждан, мы разъясняли, торопили, но вот наконец-то этот вопрос сдвинулся. Наступило лето, жаркая пора, но мы уже думаем о зиме. На этой неделе прошел штаб по подготовке к зимнему натопительному сезону, мы специально, не отладывая в долгий ящик, эти вопросы анализировали после прошедших гидравлических испытаний, которые просто обнаружили ряд слабых мест, тех участков, где есть некоторые порывы, где нуждаются в замене небольшие участки, и конструкции именно они будут подвержены. Но в целом подготовка к плановому порядку ведется, особых каких-то у нас тревог и опасений ничего не вызывает, это подтвердили и специалисты энергетики, но плановые работы мы, конечно же, проведем, и те самые отключения горячей воды, которые в июле традиционно будут, на небольшой период будут способствовать именно этому. Несколько слов скажу о визитах важных, которые были довольно многочисленны на этой неделе. Ну, прежде всего, выделю приезд сенатора от Новосибирской области Касаурова Виктора Семеновича, заместителя комитета науки и инноваций Совета Федерации. Он давно хотел обстоятельно посмотреть Кольцова и полдня провел у нас, было на бизнес-инкубаторе, объезжали Кольцова, обстоятельно беседовали с ним о изменениях в законодательстве, которые предполагается сейчас сделать, и он обещал очень серьезную подпорку по этим вопросам через свой комитет. Кроме того, приезжал к нам и Международный фонд технологии инвестиций, которые осуществляют льготное кредитование, в том числе и наших двух фирм-резидентов без инкубатора, и с ними тоже мы говорили о сотрудничестве. Более серьезное и долгосрочное сотрудничество, видим, будет складываться у нас еще по одному направлению, по линии Роснано, и немецкие специалисты приезжали для открытия специального фонда «Нано Сибирь», полутамиллиардов фонда с участием и области в 350 миллионов, 400 миллионов Роснано и 750 миллионов рублей. Вот немецкая фирма готова вложить для того, чтобы появился еще один фонд, который бы помогал активно поддерживать проекты территории. Ну и, конечно, заметным событием был и визит большой группы специалистов, депутатов и работников аппарата Совета Федерации и Государственной Думы во главе со спикером нашего законодательного собрания Иваном Григорьевичем Морозом, который в пятницу в конце дня довольно обстоятельно посетили наш Наукоград. Они выслушали наши презентации, мою и Сергея Витальевича Нечесова, как представителя Совета и проректора НГУ. Мы рассказали им о ходе реализации нашей программы, о заходе на новый проект Биэтихнопарка, говорили о проблемах законодательства, что было ближе к нашим гостям. Ну и, конечно же, показывали наш Наукоград, который очень понравился, понравились и были отмечены наши динамические изменения. Кроме того, Александр Николаевич Сергеев, генеральный директор Вектора, тоже рассказал о планах и перспективах, и о результатах, которые получили ученые Вектора. Так что вот такое внимание к нашему городку, в общем-то, нарастает. Это и приятно, но и ко многому обязывает. Два слова хочу сказать о своей короткой командировке в Москву, в частности в Сколково. Проходил третий форум польско-российский, называется форум регионов России и Польши. Есть такая форма взаимодействия как раз с Россией и Польшей на уровне целых областей, регионов. И основная задача как раз таких форумов, они проводятся через год то в Польше, то в России. Вот прошлый год я во втором принимал участие в составе российской делегации, и мы выезжали в Польшу. Сейчас был ответный визит, тем более, что он был посвящен инновационной экономике, в частности, опыту работы наукоградов, технопарков. И делегации воеводств, прежде всего, разъехались по наукоградам Подмосковья. К сожалению, до нашего сибирского наукограда им добраться было далеко, и поэтому они очень просили, чтобы и я подъехал, и некоторые воеводства, в частности, Селевское воеводство, одно из таких наиболее развитых промышленно-научных воеводств, как раз захотели очень близко познакомиться с Новосибирской областью, и в частности, наукоградом Кольцова. И поэтому мы с Касауровым Виктором Семеновичем как раз провели в перерывах заседаний такое небольшое совещание с маршалом, с руководством этого воеводства, и договорились о том, что вот эти контакты будут развиваться в течение года, и, возможно, через год на аналогичном форуме мы выйдем на подписание соответствующих соглашений. Такие соглашения, скажем, по Вологодской области и некоторым воеводствам Польши были подписаны демонстрационно на форуме, и такие контакты нарастают. Ну и приятно было, что наш опыт наукоградов, а он там звучал, и было отмечено, что наука, наша наукоградная, все-таки поднимается с колен, и, конечно, вызывает уважение наших польских коллег, и наше собственное уважение звучало, и наш опыт, я выступал активно на этом форуме, так что мы здесь будем ходить и на международные контакты, тем более у нас есть опыт уже сотрудничества с Польской Республикой, ферментеры, фасовочные линии, в частности, Биальгам и Вектор, все время получали из этой республики, так что у нас есть возможности, может быть, и по комплектации биотехноцентра, который будем строить как центр коллективного пользования, возможно, эти позиции еще тоже будут востребованы. Еще одно важное совещание я провел в Москве с руководителями компании «Техносила». Мы продолжали обсуждать концепцию создания общественно-делового центра «Кольцова» со строительным процессингового центра, офисного здания для этой фирмы и с набором социальных объектов, и приятно, что уже на следующей неделе они тоже подъедут к нам в «Кольцово» со специалистами, которые будут детально уже уточнять кое-какие технологические моменты этого проекта, и будем выходить на подписание протокола намерений с участием области, и будем надеяться, что эта серьезная фирма не только будет приносить и налоги, и создавать рабочие места у нас, но и активно будет участвовать в строительстве так важного для нас общественно-делового центра. Но об этом мы будем вас постоянно информировать. Ну, летняя пора всегда у нас насыщенная. Вы знаете, пошли последние звонки, ушли на экзамены и даже завершают их наши учащиеся. Мы активно вошли в разные летние детские площадки, которые работают при наших учреждениях дополнительного образования и спортшколе. Приятно, что в конце года в таком новом формате, но я думаю, он приживется, прошел праздник по выявлению и награждению лучших спортсменов, лучших учеников нашей детско-юношеской спортивной школы. И это был хороший такой смотр спортивных достижений, наших планов, надежд. Неслучайно детская спортивная школа Кольцова называется «Кольцовские надежды». И приятно, что у нас сложился уже замечательный тренерский коллектив, который очень самоотверженно работает. Я, пользуясь случаем, еще раз поздравляю весь коллектив ДСШ. И особенно тренерский коллектив, мы выбирали лучших спортсменов и лучшего тренера. И Штицун Иван Григорьевич, тренер баскетболистов наших юных, был признан в этом году лучшим тренером. Довольно серьезно продвинулись наши баскетболисты за эти два года его работы. Ну, а, конечно же, и отмечались самые высокие достижения и в паурулифтинге, и в плавании, и в лыжах, и в королеве спорта. Легкая атлетика начинает набирать обороты на нашем красавце стадиона. Работают уже и эти секции, так что здесь много приятных планов, я думаю, что они осуществятся. А я, пользуясь случаем, еще, кстати, приглашаю вас на стадион, который всегда работает, и открыт для пробежек, для занятий футболом, другими видами спорта. Геннадийский городок, точно так же, как и открыт пляж, и наш парк культуры отдыха, который тоже будет еще в этом году где-то ремонтироваться, где-то преображаться. Он тоже вас ждет, уважаемые земляки, побольше бывайте на свежем отдыхе, отдыхайте. Ну, и несколько слов о планах этой недели. И мы очень надеемся, что конструктивно, как всегда, пройдет сессия очередная нашего совета, где среди прочих плановых вопросов будет приятный вопрос корректировки бюджета. Мы будем добавлять в многие статьи и текущих расходов, и стратегических, учитывая растущие доходы нашего муниципального образования, и об этом вам тоже расскажем. Ну, и, конечно же, мы готовимся к тому плановому визиту губернатора Василия Юрченко, Василия Алексеевича Юрченко, который на первую декаду назначен. Если вдруг планы его изменятся, то не на этой неделе, а на следующей. Но он все равно обещал обстоятельно познакомиться с нашими проблемами, планами. И мы надеемся, как всегда, визит губернатора принесет много конструктивных решений, каких-то подсказок, каких-то уточнений по использованию областного ресурса на нашей территории. Мы готовим к нему и простые, и сложные вопросы. Поэтому это все впереди. Ну, и совсем в завершение хотел вас проинформировать, поскольку мы всегда говорим без утайки и секретов о любых проблемах и новостях Кольцова. Хочу проинформировать вас, уважаемые избиратели, что на прошлой неделе, 24 мая, уже генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайко подтвердил своим постановлением об отказе в ходатайстве Следственного комитета России и отправил дело вашей покорной услуги, то есть мое, на дорасследование. Он подтвердил и позицию заместителя генерального прокурора, который в апреле месяце уже отвечал подобным образом, но и подтвердил позицию прокуратуры области, которая, я рад, что обстоятельно вникла в суть претензии и ко мне. И я рад, что многие обстоятельства дела наконец-то серьезно как-то учтены. Учтено и то, что мы, сэкономив 10 миллионов рублей, уже построили давно ЦТП и кабель, тот самый, который еще и журналисты иногда недобросовестные ищут или говорят, что он еще не приехал в Кольцово, хотя должен был появиться. Я просто хочу и вам, и всем сказать. Этот объект уже давно работает, мы уже переключили целые микрорайоны на РП-8, и кабель искать не надо, он давно уже в земле, давно подключена станция сама РП-8. Точно так же мы завершаем в этом году и строительство 20-го дома, будет у министра Вершинина на этой неделе, будет совещание уже технологическое по завершению этого дома. Поэтому я думаю, что в конце концов следственные органы более обстоятельно вынуждены будут теперь разобраться, разобраться в обстоятельствах исполнения тех проектов, о которых мне говорили. И, конечно же, вот те посылы, которые делали, может быть, уже не работающие сотрудники, инициирующие проверку, они будут нормальным образом разобраны. Я, как всегда, спокоен, продолжаю работать. У нас с вами слишком много планов, чтобы оправдываться там, где это не надо. Но профессионалы, надеюсь, разберутся, мы всегда открыты. Если нужно будет, то ответим на любые вопросы. Но больше думаем в этом году о том, чтобы действительно успеть развернуть площадку биотехнопарка, завершить большие ремонтные работы в наших учреждениях, подготовить новые детские места, подготовиться к зиме. Так что планов и работы у нас много. Ну, а о их реализации и о ходе работ мы с вами поговорим уже в следующий раз. Всего доброго и до новых встреч!